Не с первого раза в Сургуте один из торговых павильонов на проспекте Ленина пришлось демонтировать дважды. В июле суд обязал собственника убрать ларек. Предписание он тогда выполнил. Однако в скором времени вернул нестационарный торговый объект на прежнее место. О том, что предприниматель возобновил деятельность, сообщили сургутяне, обращение зафиксировала региональная система мониторинга инцидент-менеджмент. И если в первый раз предприниматель демонтировал павильон сам, то теперь убирать торговую точку пришлось силами администрации. Как отметили судебные приставы, наказание за повторное нарушение владельцу не предусмотрено. В настоящий момент, я думаю, что для них наказанием будет именно то, что это будут расходы возложены на них. То есть они могли это сделать самостоятельно за свой счет, но ввиду того, что объект опять стоит на месте, теперь они понесут еще и расходы. Всего в этом году в Сургуте демонтировали 60 нестационарных торговых объектов, работавших с нарушениями. 16 из них убрали в августе. Работы по выявлению таких НТО ведут ежедневно. Специалисты контрольного управления администрации реагируют на жалобы жителей, а также сами проводят мониторинг. Например, на проспекте Ленина павильоном по соседству от ликвидированной торговой точки грозит такая же участь. Однако решений судов еще нет. В том случае, если предписание все-таки вынесут, у собственников будет выбор убрать ларьки самостоятельно или самоустраниться от этой процедуры. Но тогда торговые объекты все равно уберут, а собственникам выставят счет за эту услугу. Администрация города Сургута только за предпринимательскую деятельность. Но в первую очередь это должно согласовано быть с администрацией города, с жильцами и с управляющей компанией. После проектов получения разрешения на установку нестационарного торгового объекта, который опять же должен соответствовать внешнему облику города Сургута, то есть согласие Департамента архитектуры и градостроительности, только потом можно осуществлять деятельность.